На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Битва за чемпионство. В субботу в Гомеле состоится очередной эпизод главного противостояния белорусского женского клубного гандбола. На паркете дворца игровых видов спорта сойдутся Гомель и Бенте Убилас. Пока в противоборстве двух лидеров перевес на стороне гомельской дружины. Две встречи в нынешнем сезоне остались за командой Томожа Чаттера. Две завершились в ничью. Однажды сильнее был политех. Шестой матч состоится 20 апреля. Начало в 17.00. В ближайшие выходные состоится 27-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу. В предстоящий уикенд календарь свел Светлогорский ЦКК и Гомельский ВРЗ. Областное дерби пройдет в Светлогорске. В субботу в спорткомплексе местный Дю США номер 2. Начало в 14.00. В воскресенье гомельская БЧ играет в гостях со столичным дорожником. В этот же день состоится и центральный поединок 27-го тура. Выяснять отношения будут лицельмаши с столицы. У дружин одинаковое количество набранных баллов. Победитель противостояния единолично займет третье место в таблице. В Гомеле соревнуются сильнейшие борцы со всей страны. Во дворце легкой атлетики проходят Олимпийские дни молодежи по греко-римской борьбе среди юношей в возрасте 16-17 лет. Турнир важный, спортсмены это понимают, а потому на коврах нет места расслабленности. Дело в том, что международный соревновательный календарь в данной возрастной категории весьма насыщенный. В нынешнем сезоне впереди 4 крупных старта. Это первенство Европы и мира, а также Балтийские юношеские игры и летний европейский юношеский олимпийский фестиваль. Отбор в сборную команду Беларуси в самом разгаре. Скамейка у нас небольшая, основных ребят немного. Один-два человека, в некоторых весах может и три человека. Я думаю, что будут многие задействованы и первые, и вторые номера, возможно даже третьи номера. У нас хорошие ребята, хороший возраст. Я думаю, что мы должны показать результат. Я в это верю. Как уже мы будем подводиться, как ребята подойдут, какие у них претензии к самим себе в первую очередь. Доказывают, показывают. Я думаю, что все возможно, все реально. Это я говорю про медали первенства Европы и мира и Балтийские игры. Отмечу, что серьезные медальные надежды тренерский штаб сборной страны связывает с гемельчанином Глебом Макаренко. Он сейчас безусловный лидер команды весовой категории до 55 килограммов. Успешно выступает Глеб и на международной арене. В конце минувшей недели он вернулся с победой с крупного турнира, который проходил в Литве. Гомель принимает командный чемпионат Беларуси по настольному теннису. За путевку в высшую лигу борются 10 мужских и 10 женских команд. Победитель напрямую попадает в элиту. Дружина, завоевавшая серебро, встретится с командой из высшей лиги, занявшей последнее место. Гомель представляет женский коллектив. Среди участников турнира также спортсмены из Минска, Могилева, Бреста, Гродно, Солигорска, Борисова, Барановичей и Воложинского района. Впервые соревнования мы проводим такого ранга первую лигу командного чемпионата. Как показал первый день, девочки готовы играть и бороться за призовые места. Шансы у девочек очень хорошие. В первый день турнира команда Гомеля встречалась со сборными Бреста и Борисова. По итогам встреч наша дружина одолела соперниц со счетом 3-1 и 3-0 соответственно. Соревнования продлятся до 21 апреля. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.